Рыцарь 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 Постей Рыцарь Это такое ограждение, сделанное из дерева, которое будет ограничивать боевую зону, где будут рыцари, и еще вокруг будет зона безопасности для зрителей. Свообразный ринг прямо на дороге будет. По факту, да, только он на асфальте будет. К сожалению, но ничего, рыцари смогут адаптироваться быстро. И будет безопасная зона, чтобы зрители близко не подходили, потому что это небезопасно, когда близко. Кто будет из участников представлять нашу республику? Будет ли много представителей из нашей республики? Будут ли гости за границей выступать? Будут представители, конечно же, Молдавии и будут представители из Украины. Одесса, Харьков, Киев. Вроде бы все. Что касается самого турнира, он будет разделен на какие-то отдельные части, потому что я, ну, по фильмам, если вспомнить фильм, я видел, как рыцари борются различными копьями. Они бегут, сталкивают друг друга с лошадей на ночах, на саблях, на... Ну, зачем такого угодно они борются, рыцари? И вот в этом мероприятии на чем будут бороться бойцы? Какие будут этапы этих сражений? Лошадей, к сожалению, не будет, как и рыцарей на лошадях. У нас будут три номинации. Это номинация «Щит-меч», где можно будет бить соперника только клинковым оружием, не колоть, а бить. И использовать такой вот меч, как у нас в студии, да? Да, вот как меч у нас в студии, конечно, легкий такой вот. Будет номинация «3 на 3», где драться будут до падения. То есть очки не считаем, пока ты стоишь, ты в деле. И будет номинация, это профессиональные поединки 1 на 1 по весу, где можно бить не только оружием, можно бить руками, ногами, головой, щитом уже не ограничивать. Анастасия, какое самое любимое у вас оружие, либо, может быть, часть амуниции рыцаря, может быть, та часть, которую вы любите больше всего, можете надевать, либо снимать мужчин после рыцарского боя? Ну, снимать обмундирование очень сложно, на самом деле, как и одевать, потому что весь это неприлично, и некоторые части можно действительно порезаться или поцарапаться. В общем, они опасны для такого хрупкого создания, как я. Но, тем не менее, вот интерес представляет для меня, например, эта перчатка. Перчатка, да? Да, вот. У нее, она интересная конструкция, она двигается, у нее есть подвижные части. Это сложное довольно такое изделие, где его изготавливают, и вообще, насколько это дорогое все, потому что, ну, я не знаю, у нас нет специального завода, который производит амуницию для рыцарей, фирмы, которые это выпускают. Может быть, это заказывается, это делают умельцы. Все заказывается, и чаще всего оно индивидуально делается, ввиду того, что оно подгоняется по размерам, по физиологию, и оно, конечно же, стоит. То есть, это ничего штампованного нету, это все хендмейт. Какие используются материалы? Они как-то похожи на те материалы, которые использовались в те времена, или это просто имитация? Они, скорее всего, похожи на те материалы, то есть, можно делать из разных типов стали, можно делать на какие-то более распространенные виды стали, которые у нас можно, там, какой-то железной бархолки найти, а можно делать из каких-то экзотических видов стали, как титан, потому что оно легче процентов на 30. Что касается самой безопасности самих участников, ну, хоть вы говорите, что, в принципе, они, ну, допустим, если я потрогаю, этот меч очень необычной формы, он не острый, но в то же самое время он очень увесистый. Несмотря на то, что у меня на голове вот этот вот шлем этот, но, тем не менее, получить травму, мне кажется, очень просто вот таким вот. Причем, если ты попадешь в какую-то часть тела, которая не защищена кольчугой, вот насколько травмоопасен вообще вид спорта? Ну, даже не вид спорта, а вид этого боевого искусства. Ну, кольчуга вообще не защищает, на самом деле, от таких ударов, но вид спорта, данный все-таки вид спорта, не травмоопасен, потому что оружие регламентировано, у него нету острых углов, оно все скруглено, у него нету заточки, оно до двух метров. Ер, кстати, на мече, да. Да. Медведь. Медведь. Вот, поэтому с точки зрения, если вы защищены грамотно, то, а грамотно это соответствующее регламенту определенному, то регламентированное оружие вам не носит повреждения. Если, конечно, заточить вот этот вот меч, который на самом деле фальшон, для разрубания доспехов, то, конечно же, можно нанести увечья, независимо от ваших доспехов. А ввиду того, что защита регламентирована, то есть, соответствует стандартам, меч соответствует стандартам, поэтому оно относительно безопасно. Вообще, вот в Средневековье, почему, по вашему мнению, Анастасия, вот так мужчин и женщин тянет вот в эти времена? Назад в прошлое. Хотя мы, допустим, уже в веке 21-м, когда вместо мечей ходимся с телефонами, с открытыми гаджетами, а вот все-таки есть желание вернуться в те времена и попробовать еще раз ту жизнь, которая была нелегкой и непростой, и опасной. Ну, скорее всего, это возможность, хотя искусственно созданная, перенестись в ту эпоху, в ту эру, где существовали настоящие рыцари, настоящие воины, принцессы, за честь которых боролись. И, возможно, многие, кто выбирает этот вид спорта, а это вид спорта, они как-то себя идентифицируют с этими рыцарями, с этими воинами, и хотя бы на какое-то мгновение, на какой-то период они действительно ими становятся и сражаются за честь. Вот наверняка вы все дружите, да, вот каждый спортсмен наверняка дружит с другими и знает, может быть, историю жизни кого-то. Как часто эти рыцарские, может быть, способности, которые вы прививаете в себя во время этих боев, можно в реальной жизни проявить? Часто ли, допустим, мужчины, Анастасия, которые участвуют в этих боях, ведут себя по-рыцарски в реальной жизни? На самом деле, этот вид спорта объединяет людей с общими интересами. И я заметила, что они все объединены определенными чертами, характерными для конкретно этих мужчин. Вот. И также я заметила, что многие из них, они действительно сильные личности, интересные, интеллектуально развитые. С хорошим воображением. С хорошим воображением. Несмотря на то, что часто получаем жбан. Да, ну, случаи бывают разные. Кто-то перестает после какого-то последнего поединка этим заниматься. Вот, потому что все-таки вид травмоопасный. Все-таки травма присутствует. Да, и нужна смелость. Как вот насчет травмы остановить бой, схватку, которая, ну, чтобы не закончилась, так скажем, очень-очень печально. Вот есть ли какой-то специальный арбитр этого покоища? Конечно. Есть судьи, есть, вот, на самом деле, самые страшные люди на ресталище, когда вот толпа на толпу, это как раз-таки маршалы или судьи. Потому что они без защиты бегают там с палками, и у них палочка с флажочком. Все, что они могут сделать, это флажочек засунуть перед забралом, что будет знаком того, что... Значит, это финиш, да, получается. Да, это финиш, нужно остановиться, но, на самом деле, не все слышат, и все, как находятся в боевом угаре, и шлем. Какой из этапов вот этого сражения является самым, может быть, грандиозным, массивным, опасным, и, может быть, даже интересным для зрителей? 21 на 21. Самое, наверное, интересное, вот массовое сражение, и опасным для зрителя оно вообще безопасно. Самое интересное, когда финал вот в конце остается вот из групповых боев, там, 21 на 21, 50 на 50, когда вот в любом случае в конце остаются, если команды равные, примерно одинаковое количество бойцов, там, маленькое, там, 2 на 2, 3 на 3, или, там, двое против пятерых могут остаться. И вот самый интересный момент, как раз-таки, когда вот может произойти что-то переломное. И даже двое могут победить, бывает, пятерых. И двое могут победить, пятерых, правда, требует определенных моральных сил каких-то, и физических, конечно. Ну, мы желаем, чтобы ваше мероприятие прошло с успехом, с размахом. Напомните, пожалуйста, место конкретно, где будут установлены специально все вот эти вот ограждения, где смогут зрители понаблюдать за боями. — 14 октября, прямо на центральной улице города Кишинева, улица Штефана, участок между улицей Измаловской и улицей Тигин. — Сначала в 11 утра, да? — В 11 утра, до 6 вечера, развлекательная программа для взрослых и для детей. — Ну, дорогие друзья, я думаю, что у вас будет возможность окунуться много-много веков назад и ощутить этот дух рыцарского времени. Я вам желаю удачи, еще раз спасибо, что были у нас в гостях. Ну, а я передаю слово Александру Льеру, который побывал на ярмарке, где, в принципе, все ищут свои вакансии свободные, узнают, какие вакансии сегодня свободны. Может быть, есть среди свободных вакансий и вакансия рыцаря. Поэтому я поехал на своем скакуне, узнаю, есть ли это для меня работка. Субтитры сделал DimaTorzok